Здарова пацаны, всем привет! У меня тут по счастливой случайности оказалась камера GoPro 11, я естественно на нее никогда не снимал И я почему-то подумал, что вам будет интересно, как у меня тут все происходит, съемка от первого лица, как я снимаю, как я живу, как я использую вещи, оборудование Вот эти шланги понес сейчас их Алексею, потому что собаки у него всю дорогу грызут по стромке и он собирается с них замутить страховочную оболочку Гонка еще не началась, это первый день, перед выходом экспедиции остается буквально два дня Каюра готовится к выходу, собирают оставшиеся вещи, кто-то смотрит, что у него не хватает Находимся мы традиционно в поселке Эсса, как и остальные года, Гонка стартует отсюда, со стадиона Лингенде Положились в двухэтажном доме, вот так все живут Кто где, кто-то расположился на полу, в спальниках, в крематах, кому-то хватило комнат, кто-то лег прямо на кухне Я вот сейчас собираюсь, кстати говоря, пойти снимать и думаю, какой мне объектив одеть И перед этим, конечно же, я все объективы смотрю, протираю, потому что пока что еще на это у меня есть время После случая с матрицы на рыбалке, когда я не смог стряхнуть пыль и попала на матрицу вода, то есть моя слюна Я теперь всегда ношу с собой вот такую грушу, которую стряхиваю пыль, если такая на матрице есть На фулл фрейм матрицы, я снимаю на FX3, при смене объективов постоянно залетают какие-то пылинки Потому что это огромное отверстие, засасывающее в себя воздух Короче, грушу и какой-то минимальный комплект рекомендую с собой носить На улице очень ярко, солнечные деньки стоят, морозная, поэтому я всегда использую ND-фильтры ND-фильтры у меня Tiffin 82 мм Практически все объективы у меня G-Master, соответственно, у них один диаметр 82 мм, и это очень удобно А вот и первый каюр, чемпион Николай Левковский встретился мне на пути Кстати говоря, Этельмен, очень приятный мужик, добрый, отзывчивый, всегда может помочь С отличным чувством юмора И Андрей Казаков, тоже очень приятный парень, не подозревает, что я его снимаю Сейчас пойдет показывать мне, как укомплектовал свою нарту Ой, Дил, спасибо тебе, Брога Да, спасибо Сейчас сколько ночи температура была, мужики? 30 Ночью температура опустилась до 30-31 градуса, это, к слову сказать, очень холодно Утром примерно столько же Мой снежник Вот на этом снегоходе В этом году я погоню 600-ка и какая-то супер гусянка Супер гусянка широкая Не, ну видишь, сколько там есть, бросит весь Ага Газа второго, ну и нафиг Да не, у меня тут пенсионерская езда Вешем легкий такой Угу Ну, я, конечно, вешу нормально, но все, просто Еще Собаки, привет Все, 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 не отвлекаю Короче, вот здесь ночевали собаки-каюшки Что, говоря, на колодку каеров пока нет, поэтому я снимать сейчас ничего не буду А вот и Андрей Семашкин, шестикратный чемпион гонки Берингия, представитель домника «Снежные псы» Мерточки прям Брайн Лузенькая такая Сейчас удивляется, какая классная нарта у Каюра Алексея Попова Здесь сходу решаю взять один шот, как минимум звук и крупный план Потому что Андрей наверняка что-то сейчас будет говорить интересное Он всегда говорит интересные вещи Поэтому я мгновенно реагирую, нажимаю кнопку «рэк» и беру несколько планов Как это делали, когда перевозили людей То есть такое, как бы, место, где сидит пассажир Звук в пушку Я взял новую пушку на Соньку Тоже от компании Sony, не помню, как называется И пишу через ручку XLR, соникскую В этот раз я очень доволен звуком Вообще просто безупречно, мне все очень нравится С двух метров можно взять спокойно live или интервью В этом и заключается особенность документальной съемки репортажной Да, как я это делаю, чтобы у тебя был классный звук Всегда на готове камера И ты мог мгновенно реагировать на те или иные моменты Судья Яна Чикина проверяет укомплектованность каюрских нарт На предмет всяких разных вещей со своим помощником А я в это время собираюсь сменить локацию Пройти по бревнам и посмотреть, что там происходит в другом месте Потискали с Алексеем местного дворового пса Какого-то щенка, которому еще рано идти в Берингию И пошли погулять по заброшенным теплицам В которых когда-то выращивали, наверное, помидоры, огурцы А теперь здесь стоит заброшенная техника Сделал Алексею прямо сейчас пару карточек Я даже хочу тебе фотку здесь сделать Решив, что хватит снимать уже на ширик Вернулся домой за длинной фокусной линзой Это у меня 100-400 G-Master Спасибо большое Семену, что дал мне в эту гонку его попользоваться Очень крутая линза Очень резкая, очень качественная Ну, впрочем, как и все G-Master Но, если честно, я бы себе уже брал не 100-400, а 200-600 Вот этого парня в зеленой куртке как раз такой был с собой И я у него, конечно же, пару раз брал его поснимать Очень впечатлился И я дал себе слово, что к лету себе такой же приобрету О, да! Обожаю снимать на длинном конце Потому что ты всегда можешь поподглядывать за человеком Который не будет подозревать, что ты его снимаешь И таким образом все его движения, все, что он делает, будет максимально натуральным И ты передашь всю атмосферу, как она есть Снимаю в S-Log3 методом пробы и ошибок я уже отстроил себе этот профиль У меня есть отличный проявочный лут, который переводит его в REC709 И таким образом я с цветом ничего никогда не делаю практически Максимум, что могу это выровнять, правильный баланс белого Но никогда не подкрашиваю ни тени, ни хайлайта Там ничего такого я не умею делать Поэтому цвет у меня все время максимально приближенный к натуральному Надо наклеить номера, чтобы все было по закону Мой снегоход, который мне в этом году выдали На котором мне предстоит пройти полторы тысячи километров пути По тундре, по лесу, по пухляку Снегоход видавшей виды Его подарил губернатор Берингии Еще в далеком 2011 году Таким образом снегоход прошел половину Берингии И вот теперь мне выпала честь проехаться на нем Снежник надежный, с широкой гусянкой Сейчас попытаюсь его завести В мороз минус 30, он с ночь простоял А кум чуть-чуть подсел Потому что, естественно, уже старенький Но снежник заводится Тем не менее, он мне ни разу сбоев так и не даст Снегоход, в общем, классный Что-то так туго схватывается Минус 30, потому что Сейчас я собираюсь на стадион Где за день до основного старта Проходят небольшие соревнования В которых участвуют каюры между собой Камеру в сборе с ручкой и с микрофоном Я перевожу вот в такой сумке Это аналог Манфрота Очень удобно ее хранить в снегоходном кофре Очень важно иметь быстрый доступ к камере Как я уже говорил, бывают такие моменты Когда камера нужна незамедлительно И нет времени, чтобы ее собирать Устанавливать микрофон, настраивать что-то еще Сейчас мне нужно развернуть снегоход Чтобы подготовиться к выезду на стадион Надо издача сейчас проехать туда подальше Чтобы никому не мешаться Затем снегоходом встать Чтобы потом быстро сесть и уехать Давай, а ты куда идешь? Куда идешь? Куда иду? Помогать что-то уже идешь работать? Нет, просто Давай, дашь комментарий Почему снегоходы повозят собак Для сюжета Скажешь на столах Это не сложно, пойдем, пойдем Основной моей задачей было освещение гонки И поэтому время от времени мне приходилось делать новости Чтобы делать новости, необходимо брать комментарии официальных лиц За сбор информации, структуру, подготовку вопросов и всякое такое Отвечает мой корреспондент Это Александра Радченко Мы прошли с ней всю гонку Собственно, мне остается только держать камеру Следить за фокусом и контролировать звук XLR-ручка и профессиональная пушка Значительно облегчают задачу в этом плане И мне остается только контролировать гейн Относительно внешней среды Это я делаю через наушники Либо по пикам в камере Главное, чтобы гейн не выходил за минус 6 Я всегда стараюсь держать его в этом пределе И тогда со звуком будет все в порядке Помчал на стадион У местных попытался выяснить дорогу Стадион где? Один гендар Двинулся дальше Превысил скоростной режим Представитель власти сразу же мне об этом указал Я извинился и поехал дальше Затестим звук? Да Сейчас пичем Ой, не слушай Здорово, чувак Наконец-то, бля Слушай, наконец-то Дальше рутинная задача От моих хорошей телевизионщиков С регионального ТВ Нужно было провести прямую трансляцию При помощи мобильного телефона И вот этих вот радиопетличек История такая, что мы в определенный момент Выходим в эфир А корреспондент что-то там говорит Берет какое-то интервью И закругляемся Сигнал передается из телефона Прямо в телек и в интернет И люди видят, что происходит Ну, наверное, вы об этом все в курсе Эсса и Быстинский район По праву можно назвать Родиной Берингию Так, сегодня весь день снимал в ППО Для трансляции Пришло время обратно включить ВСЛОК 3 Дальше на скорую руку беру интервью у Алексея Вы его можете знать по фильму Время бежать, который есть на канале Человек-герой все же отважился Пройти большую гонку Полторы тысячи километров На своей упряжке Которую взял у семьи Симашкиных В снежных псах Ну, а сейчас последние штрихи Перед выездом Большую гонку Утром будет старт Сейчас все перевозят собак Нервничают, готовятся Я в том числе Потому что впереди нас ждет полторы тысячи километров Это время, когда у тебя все должно быть под контролем И я имею в виду не только технику Но и все остальное Свое здоровье, свою жизнь Потому что малейшая ошибка На снегоходе, в лесу Или где-то еще на опасных участках Может привести к потерю не только камеры Но и самого ценного, что у нас есть Надеюсь, вам было интересно Главное, полезно посмотреть этот выпуск Несмотря на то, что он снят на GoPro 11 Очень крутая камера Мне все понравилось И дай знать в комментариях Нужны ли тебе такие выпуски или нет С моей работой О том, как я показываю Как я снимаю И что я вообще делаю Чем занимаюсь В свое, так сказать, рабочее время Ну и я думаю, что на этом, пожалуй, все Увидимся Услышимся Спишемся Пока Субтитры сделал DimaTorzok